Среди родословных Гитлера очень большое количество психических заболеваний и самоубийств. Из рассекреченных документов Федерального архива Германии стало известно, что Адольф Гитлер лично отдал распоряжение об уничтожении своей родственницы. Это племянница фюрера Алоизия, родившаяся в 1891 году в семье христианина Австрийской области Вальфиргель. Родственники не общались, но десятилетия спустя их пути пересеклись. 6 декабря 1940 года Алоизию убивают в газовой камере лагеря Хартхайм в Верхней Австрии. Приказ об этом поступил лично от главы Третьего рейха. Алоизию убили за то, что она страдала шизофренией. А вы знаете, что лица психически больные, да, не имеют права на жизнь. В то же самое время и сам Гитлер страдал духом смерти. Когда Геля Ревбаль покончила с собой, да, он тоже пытался покончить с собой. И в семье Гитлера часто происходили самоубийства или же кто-то сходил с ума. В результате одна из ветвей рода Гитлера полностью вымерла. В 30-х годах проживающий в Англии племянник фюрера Вильям Патрик Гитлер вдруг начал давать местной прессе интервью о своем дяде. Адольф вызвал Берлин и устроил скандал. Вы, идиоты, орал меня, вы меня в могилу сведете. С какой осторожности я скрывал от прессы свою персону и свои личные дела? Люди не должны знать, из какой я семьи. В 44-м году Генрих Гиммлер направил канцелярию фюрера, лично Мартину Борману, бумаги, которые были помечены грифом «Совершенно секретка» и содержали информацию, которая поставила на крест о мифе о великом фюрере здоровой германской нации. В всеглядном документе были приведены сведения о родственниках Гитлера, которые были полуидиотами и сумасшедшими. Вот такая вот тяжелая наследственность была у него. Внучатый временник Гитлера Йоханн Шмидт в интервью австрийского журнала «Профи» сказал, что четыре родственника фюрера сразу после окончания войны были арестованы советской разведкой. Йоханн – единственный родственник Гитлера, который до сих пор жив. Кузен Гитлера Эдуард Шмидт скончался в советской тюрьме. Сестра Гитлера Паула в 1936 году по личному распоряжению брата изменила фамилию на Вольф и жила в строгой конспирации. Она избежала ареста и тихо скончалась в 1960 году в Баварских Альпах, где содержание могилы оплачивают оставшиеся живых бывшие офицеры СС. Разословная фюрера с перечислением психических больных и их, так сказать, диагнозу, историю болезни составила 1200 страниц. Гитлер сделал все, чтобы это в тетрадь, как говорится, или книга не попала, досье это не попало кому-либо в руки. Шесть лет состоял я придворный биограф. И мрачный семейный танец тайно притягивали Гитлера. В 1944 году, значит, так, ну ладно, это мы оставим. Так, продукт переплетенного кровосмешения, инцеста. Дед по отцовской линии, Иоганн Непомук Хютлер, был братом официального деда Гитлера Иоганна Георга Хидлера. Дедушка Хидлера, вот дедушка, который, помните, мы говорили, и он же был, да, отцом и дедом Алоизу Хидлеру. Он был, значит, Хидлер фамилия, Хидлер. А Иоганн Непомук, его брат, был не только дедом Гитлера по отцовской линии, но отдаленно дедом его матери и прадедом по материнской линии. Вот такая вот семейка была. То есть, где, кто, кому, какой родственник, было практически невозможно определить. До 39-летнего возраста отец Гитлера Алоиз носил фамилию Шикель Грубер. В 30-х годах этот факт обнаружили венские журналисты и талантливый американский историк, публицист Вильям Широ, написавший книгу «Взлет и падение Третьего рейха», уверяя, что не измени Алоиз свою фамилию Шикель Грубер на Гитлер, его сыну Адолфу не пришлось бы стать фюрером. Потому что невозможно говорить два часа подряд «Хайль Шикель Грубер». «Хайль Гитлеру» очень легко говорить. Вот так, значит, все они, все это семья, часто были неграмотны, и священники записывали со слуха. Поэтому есть «Гитлеры», «Гитлеры», «Гедлеры» и так далее. Ну, и мы говорим, да, брат Адольф Алоиз Гитлер еще, в 18 лет отсидел, в 18 лет отсидел 5 месяцев в тюрьме за воровство, будучи выпущен на свободу, он через 2 года опять попался, на этот раз его посадили на 8 месяцев. То есть брат Гитлера, помните, у нее не было родных братьев, но от первого брака отца, значит, он был вор-рецидивист. В 1929 году, уже в то время, когда Адольф Гитлер начал ходить в силу, Алоиза, брата Гитлера, значит, судили до двоеженства, потом он уехал в Англию, завел там новую семью, бросил и опять вернулся на родину. Потом вернулся, когда уже в фашистской Германии, был, остепенился, открыл в Берлине процветающий пивной бар. Но позднее его за излишнюю болтливость без особого шума убрали эсэсовцы, чтобы он много не болтал о своем брате Гитлере. Мать Гитлера Клара Пельцль. Пельц, это вообще-то, вы знаете, еврейское. Пельц, Пельцер, еврейская фамилия. Родилась в 1860 году. Я уже говорил, что ей было 20 лет, когда она вышла замуж за Алоиза Шиклигрубера, а тому было 50 лет. Клара и Алоиз происходили из одной и той же деревушки. И, в общем-то, их деды были общие, и они находились в третьей степени родства. А католическая церковь совершала браки, начиная с четвертой степени. Поэтому для заключения их брака требовалось разрешение местного пастора. Возможно, такая вот близко ростная наследственность, и вызвало то, что дети ее рождались, в основном, или умирали в раннем возрасте. И Сталин на предложение немцев обвинять его сына Якова, как мы знаем в фильме, «Я солдата на маршал не меняю». Там подразумевается в виду фельдмаршал Паулюс, сдавшийся в Сталинграде. В действительности, немцы предлагали Сталину обвинять Якова не на фельдмаршала Паулюса, а на попавшего советский плен в 1943 году, племянника или заодно сына. Да, Лео Реубаль. Нет, Яков был первый от первого брака, а отца Аллилуева уже были Василий и Светлана. Яков погиб. Яков побег в концлагере. Вот Лео Реубаль отсидел в концлагере, затем после этого приехал, сменил фамилию и жил долгое время ГДР. Вернулся на родину. Вот такая у Гитлера биография. Такая у Гитлера биография. Хорошо, еврейское окружение Гитлера. Как под заголовок я уже говорил. В Абвере были наши люди, в Вермоте были наши люди, в Вестапе были наши люди. Против кого мы четыре года воевали, да? Да. Есть такое понятие, еврей, ненавидящий себя. То есть еврей-антисемит. История знает много примеров. Мы говорили, инквизитор Тархивмада и другие. Итак, кто же такие вот? Смотрите, почти все гитлеровское политбюро были евреями. Или имели еврейские корни. Я еще раз говорю, с точки зрения еврейских равенов, может быть, они не были евреями, да? Но по ту же самую категорию, которую относил евреев Гитлер, да? Они были евреями. Значит, использовано материал книги Хенеки Корделя «Гитлер. Основатель Израиля». Да. Вы знаете, такая мысль, что основателем Израиля был Адольф Гитлер? Нет. А потому что, если бы не было, да? Если бы не было Израиля, если бы не было... Не было бы Гитлера, не было бы Израиля, знаете. Евреи когда начали основывать Израиль? Да, уже в результате того, что они бежали из Европы. И помните, какие были ситуации, сколько было беженцев в Израиль, их запрещали, им въезжать в Израиль. Вот это были трагические страницы истории нашей. Итак, Гитлер – основатель Израиля, да. Гейдрих. Гейдрих. Был правой рукой шефа гестапо Гиммлера. Гейдрих. На три четверти был еврей. Его отец – чистокройный еврей по фамилии Зюс, который был руководителем оркестра в Саксонии. Помните еврей Зюс, да? Нишка. Позднее он поменял фамилию, тоже женился на полуеврейке, и родился у них сын Рейхан Гейдрих, будущий помощник Гиммлера и один из самых талантливых руководителей гитлеровского рейха. Именно на Гейдриха англичане устроили покушение в Чехословакии. Он был протектором Чехословакии и так успешно вел дела, что многие считали его официальным наследником Гитлера. Англичане послали специальную команду террористов, которая его и убила. И последствия были очень такие тяжелые преследования, как в месть за его смерть. Как его сместь. Гейдрих был теоретиком, но окончательное решение еврейского вопроса плана уничтожения был Эйхман. Помните? Вот как это получилось, эта ситуация. Вначале евреев преследовали. И многие евреи еще могли уехать за границу. В 1938 году была такая известная ночь Кристальнахт в октябре 1938 года. Хрустальная ночь, когда был погром еврейских магазинов и было много разбитого стекла из витрин. Поэтому она так называлась. После этого евреи уже не могли выезжать за границу. И они были согнаны в гетто. Вот. И когда в 1938 году их начали соединять в гетто, второй этап, вернее, второй этап, это первый этап, когда их преследовали, второй этап, когда их согнали в гетто, третий этап, когда их уничтожили. Кстати, все эти три этапа, это предсказано Мартином Лютером. Если евреи не перестанут быть евреями, надо, значит, их преследовать, запретить эти магазины открывать и так далее. Если они не будут продолжать упорствовать, значит, надо их согнать в гетто. И если еще они будут продолжаться оставаться евреями, их нужно физически уничтожить. Потому что эти три этапа, это все Мартин Лютер. По-белорусски Мартин Лютер, да? Да. Вы понимаете, что есть у этого человека нечто положительное, но я даже не знаю, будет он в раю или в воду, за такие его антисемитские высказывания. Когда судили фашистских преступников в Нюрнберге, они оправдывались тем, что они не делали ничего большего с евреями, чем предлагал им Мартин Лютер. И в декабре 41-го года была такая специальная конференция, ванзейская конференция называется, и там решали, что же дальше делать с евреями. Ну, мы их собрали в концлагеря. Но когда присоединили восточную Европу, евреи уже оказались не тысячи, а что? Миллионы. Что же с этим миллионами делать? Самый добрый из них, значит, толстый Герман, мы уже говорили, помните о нем? Геринг. Он, кстати, был кокаинистом, наркоманом, но, возможно, из-за того вообще, это был боевой офицер, очень талантливый, основатель Уфтваффе, то есть военно-воздушных сил, он предложил очень простое решение еврейского вопроса. Ну, ребята, давайте ее всех отправим в Израиль. Вот. Давайте мы их всех отправим в Израиль. Хорошая идея. Все, пусть себе живут в Израиле. Но я не знаю, почему Богу, Богу не выгодно было, вот, допустим, чтобы вышли 600 тысяч евреев, все 600 тысяч в Израиле оказались, да? А он их 40 лет еще мучил, по пустые водил. Правда? Странно. Черт, Бог 40 лет издевался над евреями. Ну, почему бы Богу, как говорится, не подействовать так на них, чтобы... Вот они бы согласились, да? И все бы евреи поехали в Израиль, образовался бы Израиль, и все были хорошо. Но вот так и получилось. Тогда вот этот самый Эйдрих, о котором мы говорим, он сделал такое заявление. Он был идеологом, так сказать, много статей писал, талантливый журналистом, философом. Давайте, говорит, мы их всех евреев уничтожим. На три четверти евреев. Потом, после этой вот здесь конференции, где была принята вот эта его идея, он вернулся домой, напился пьяный и выстрелил свое изображение в зеркало. Сказал, говорит, не могу видеть эту пьяную жидовскую морду. А кто же тогда возьмется это непосредственно осуществлять? И тогда поднял ручку, как послушный ученик, ученик, Эйхман, который был стопроцентным евреем и по отцу, и по матери. И про историю Эйхмана вы знаете. Впоследствии Израиль, да, выкрал его в Аргентине, кажется, или где-то в Южной Америке. Да, по-моему, Вейн тоже говорил, об этом рассказывал. Значит, выкрыли его, и когда Масад его выкрал, причем, они проникли в его квартиру, там, по-моему, была жена и дочь его, но они таким образом проникли, что они, хотя находились в квартире, в других комнатах, они не знали, что его похищают. Его притащили в гостиницу, накачали наркотиками и таким, как пьяного в виде, вывезли в Израиль. И вот, когда его притащили туда в гостиницу, он начал читать молитву Шма Исраэля. А евреи, фасадовцы начали его бить. Подумали, что он издевается на евреям, но он не издевался над евреем. Всякие евреи, вы знаете, по традиции, перед смертью читают эту молитву. Он думал, что они его сейчас убьют, и поэтому он так читал. Вот этот Эйхман, Адольф Эйхман, был чистокровным евреем, выкрестом и по матери, и по отцу. Значит, начальник гестапо Гиммлер был полуевреем. Канарис, Канарис был греческим евреем. Следующий, Франк, генерал-губернатор Польши, одновременно он был полуевреем. Когда они захватили Польшу, генерал-губернатором Польши был назначен этот самый Франк. Франк, мы знаем, это конкретно Франк, Франко, да, это еврейская фамилия Франка, и он был главным виновником уничтожения польских евреев. И таким образом наибольшее скопление евреев было в Польше, а уничтожал их немецкий полуеврей Франк. До этого Франк был личным адвокатом Гитлера. И именно ему Гитлер получил проверить свою родословную. Так, четверть евреев Гитлер получил полуеврею Франку проверить свою родословную. и Франк, его адвокат официально подтвердил, что Гитлер не только начатывает, но и наполовину евреев. Следующий гитлеровский апостол Розенберг был начальником всех оккупированных областей Советского Союза. Розенберг, как вы думаете, еще фамилия? Да. Розенбаум, Розенберг, Розенцвейк и так далее. Миллион, миллион алых роз. Так что вот такие вот вещи творились. Следующий гитлеровский апостол Барон фон Ланц был другом Гитлера и был молодым человеком и бродягой жил в Вене. Когда Гитлер был бродягой и жил в Вене, его наставником был Барон фон Ланц. Но вообще-то это был не Барон, а просто самозванец и никакой не фон. Это был чистокровный еврей и дикий антисемит. И будучи чистокровным евреем, он не только выступал в пивных против евреев, но и издавал антисемитский журнал. И этот еврейский барон фон Ланц встречался в свое время в Швейцарии с товарищем Лениным. И это документировано. И в свое время в Швейцарии Ленин тоже нищенствовал и жил в таких же предяге, но мы говорим, что не нищенствовал в конечном счете, как Гитлер. Так что эмигрант, революционер, экстремист и бунтарь. И эти люди находили друг друга. Не знаю, встречался ли Ленин и Гитлер. Друг с другом, скорее всего, нет. Но Ленин был насколько на 19 лет старше Гитлера. Хорошо. Дальше. Значит, следующее. Один из финансистов Гитлера был Требич Линкольн. А вообще вы знаете, что Линкольн это еврейская фамилия? Да. Первого еврея Линкольна казнили. Он был ростовщиком как раз во времена крестовых походов. На него много карикатур писали. Он был финансистом Ричард Алина Сердца, а позднее его брата. Помните Иоанна? Ну, эту историю знаете? Вот тогда первая фамилия Линкольн выплывает. А это был Требич Линкольн. Тоже был евреем и тоже страшным антисемитом. У него был богатый отец, торговец с шелками и мануфактурой, который заработал большие деньги и умер. И вот Линкольн он финансировал всю избирательную кампанию Гитлера. Так что Гитлер еврей пришел на еврейские деньги. Страшно, да? Страшные вещи. Следующее. Юлиус Штрайхер. Юлиус Штрайхер. Это был он занимался делами молодежи, комсомолом, пионерами, знаете, такая организация Гитлер Югенд. Слышали, да? Он был также журналистом и издавал газету Дерштюрмер. Как говорили, это была самая жидоедская газета во всей гитлерской Германии. Чего там только не было против евреев. Это Штрайхер был просто одержим. Его приговорили на Нюрнбергском процессе и в день его повешения совпал с праздником Пуримом. И когда его казнили, то последние его слова перед смертью было это Пурим шпиль. Тогда же, когда Юлиуса Штрайхера повесили, у подножия висельцы прибили дощечку с его настоящим именем Абрам Гольдберг. Вы понимаете, я просто не могу понять, откуда такое безумие бралось. Правда? Вот это безумие, оно мне очень напоминает День Гнева фильм. Правда? Вот. Следующий. Гауляйтер Йордан. Ну, по-русски Йордан будет Йорданский. Гауляйтер Йордан. Йордан. Был четверть евреем. Гауляйтер это большой партийный чин, нечто вроде секретаря обкома. Рудольф Гесс. Рудольф Гесс значит умер, а точнее покончил с собой в небеской тюрьме Шаландау в Берлине в возрасте около 90 лет. Он был самым последним из всех этих гитлеровских приспешников. и был заместителем Гитлера по нацистской партии еще со времени ее создания в 20-х годах. Он тоже был полуевреем по матери и по аромистическим израильским законам считается 100% евреем. Это была удивительная тюрьма, которая содержит четыре оккупационные державы, и в этой тюрьме были представители стражники четырех национальностей, и они сырели одного единственного человека. И в возрасте 90 лет он уже покончил жизнь самоубийством. Вот. Да. По сведениям некоторым, Гесс был полуевреем, был заместителем Гитлера по партии линии, а также гомосексуальным любовником Адольфа. Гомосексуальным любовником Адольфа. Гесс, вот этот, который умер в самое последнее. Гесс родился от матери еврейки в Египте, и через свою мать еврейку был связан кровными узами с имечерничелем. Вы знаете, что Черчилль тоже был полуевреем по матери, потому что мать Черчилля была американская еврейка. И вот этот Рудольф Гесс полетел к своему родственнику, Черчиллю на самолете и приземлился на таком маленьком самолетике на одного человека и приземлился на поляне, ну вот как это, зеленая лужайка называется, возле дома Черчилля. и вот эти два родственника вели между собой переговоры. Вели переговоры. Вот. Но к Черчиллю ее не допустили и заперли в одиночку и продержали всю войну заперти. и поэтому переговоры о сепаратном мире, вы помните, они не не были завершены. Дальше. Министр труда Лей. Ой, Лей. Кстати, был еще алкоголик. Он заведовал всеми рабочими рабами. Главный такой вертухай Германии и окрестностей. У него на работах было задействовано несколько миллионов русских, которые были угнаны ненцами из СССР. Значит, Лей был министром труда или министром арабского труда и одновременно был четверть евреев. Были и фельдмаршеры вот разные. Значит, был у Гитлера доверенный фотограф с хорошей немецкой фамилией Гофман. Тоже еврей. Вот. И который познакомил четверть евреев Гитлера, с четверть еврейкой Ева Браун. Так, психический диагноз. Психический диагноз Гитлера. Мнение первое. Гитлер был сумасшедшим психопатом и извращенцем голубым и некрофилом. Значит, вы помните, что он с детства страдал подергиванием, эпилепсией. Вы знаете, что есть эпилепсия бывает после черепного травм, после органическая, а есть эпилепсия, которая, как говорят, падучая болезнь, она описана, кстати, и в Библии, и в Евангелии, да, как одержимость, как результат одержимости. Некрофилия это совершение половых актов с мертвыми. Да. В свое время эпилепсию называли Морбус Сакер, то есть святая болезнь. Эпилептиками были Сократ, Александр Македонский, Юрий Цезарь, император Каллигола, Паврок Магомед, император Наполеон, а также Джордж Вашингтон. Вы понимаете, я за Америку верующих, но Америка была создана масонами, одержимыми тоже определенными идеями. И Джордж Вашингтон вовсе не был хорошим человеком. Я тут даже с одним преподавателем поспорил, но я не буду говорить о некоторых вещах, как-нибудь вам расскажу, что такой был Джордж Вашингтон. Значит, Гитлер во время приступа ярости катался с пеной у рта по полу и грыз ковер. Также он был психозом, значит, первая эпилепсия. Психоз, значит, и один из признаков порез или порол паралич. Кстати, нечто подобное было у Ленина и нечто подобное было у Сталина. Да? Да. Значит, в последние дни в бункере Гитлер был полупарализован. При Гитлере в Германии было уничтожено 200 тысяч душевно больных людей. И самый первый гитлеровский концлагерь Дахау был организован неким Теодором Айке. Вот. А знаете, кто был этот Айке из Дахау? Он сидел сначала в сумасшедшем доме. И по приказу Гиммлера прямо из сумасшедшего дома поехал организовывать Дахау. Значит, истерия тоже приписывали Гитлеру. Истерия часто встречается у женщин, считается преимущественно женская болезнь, но у Гитлера было женственное телосложение, склонность к гомосексуализму. Само слово гистере это означает матка. Древние греки считали, что истерия это следствие болезни матки. Если проверить биографии Гитлера, Ленина и Керенского, там заметные симптомы латентной или подавленной гомосексуальности, которая с точки зрения психической болезни считалась даже хуже, чем открытая гомосексуальность. Еще мнение значит в припадке неудержимого гнева он рвал задвески, скатерти и это является признаком не только эпилепсии, но и эстерического такого приступа. Но латентное это незаметное, внешне незаметное, но проявляющееся при определенных условиях. Значит он был безусловно одержим идеей о собственной исключительности исключительной миссии. Значит первоначально он даже когда бомжевал в молодые годы он отпускал ссил себе бородку и длинные волосы и косил под Иисуса Христа. Ну он не бомж был в таком нашем понимании а хиппи. Ну знаете во времена в начале 20 века тоже были такие хиппи. такие хиппи. Ну в то же время Гитлер очень себя любил и изучал и по нескольких часов в день тщательно репетировал все свои позы и весь свой внешний вид перед зеркалом любуясь самим собой. Это по данным Кабердинера Гитлера Хайнца Линге. В детстве Гитлер рос нервным ребенком. Отец не любил своего сына и одолевствовал свою злобу и обиду на свою сестру которая избивал. В школе его дразнили жидиком. Бедущий фюрер не имел друзей. Есть свидетельство что Клара мама называла своего сына Адольфа помешанным. Будучи ребенком Адольф понимал знал чувства больше чем его ровесники. И он такой был очень чувствительный и очень ранимый. Ну и вы знаете что музыка Вагнера сыграла роль в его формировании личности. А также философия Ницше. Можно сказать что Вагнер и Ницше это были его главные учителя. Главные учителя. Так. Вот еще один человек из окружения Гитлера Отто Вейнингер был стопроцентным евреем и он был личным другом Гитлера и он подписывал застольные речи застольные речи Гитлера. Очень интересно их почитать. Там Гитлер совершенно говорит другое и о евреях и так далее. Сто евреи низшие разные. Где-то у меня это все были. Где-то все у меня вот эти были. Потому что я и оттуда брал материалы. Оттуда был материал. Значит с 1909 по 1913 год Гитлер существовал в проголоде, скитался, зарабатывал себе на жизнь оформлением рекламы, почтовых открыток и прожил в ночлежках среди пари в тогдашней вены в уголовном и полууголовном мире. Его обществом были бродяги, мошенники, сутенеры, асоциальные элементы. Гитлер делился своими планами и идеями. И эти изгои тоже делились с Гитлером. Вот такая мораль вот этой ночлежек до дна это тоже послужило третьим таким фактором, который формировал личность Гитлера. Вот цитата из речи Гитлера. Какой бы цели не достиг человек жизни, он достигает ее благодаря жестокости. Это была философия ночлежки, воскрикает Алан Булок, один из немногих историков, исследовавший венский период жизни Гитлера. Гитлер знания погубили погубили бы мою молодежь. По принципу Антамана Ганс рейх, Гитлер генда спрашивал летом, Гитлер убивал их. Так он разделался с крупными деятелями нацистского движения Рэмом, Рэм тоже был одним из любовников Гитлера, и Штрассером, и другими. Обладая гигантским аппаратом власти, гестапо, народные трибуналы и прочими учреждениями Гитлер предпочитал подстроенные убийства с законным казнем. В детстве Адольф ненавидел школьных ученителей. Еще сильнее была его ненависть к юристам и всякой законности. Гитлер сложал в лагере и асоциальные элементы, но понимал, что асоциальные, это, как вы помните, говорил Сталин, это какие? Это не враги народной власти, а как их тут? Попутчики завлучшие, да? Их можно воспитать. Но врагов народа воспитывать нельзя. И в этом отношении очень его положение было похоже на то, что делал Сталин. Когда Гитлер в молодости был бродягой в Вене, он растил бороду наподобие Иисуса Христа. И аналитики считают, это был ее подсознательный комплекс мессии. В 1913 году Гитлер сбежал в Мюнхен, спасаясь от призыва в армию, но все-таки попал на медкомиссию и был зачислен в 16-й баварский резионный пехотный полк. Официально гитлеровский, что он записался добровольцем, да? Ну просто он не мог откоситься, короче говоря. Военная служба военная служба преобразила молодого человека с туствлым взором и убежденного милитариста и националистом. Гитлеру присвоили звание иефрейтера, он участвовал в военных действиях, был четырежды отмечен боевыми наградами. В 1920 году он был завербован в качестве политического осведомителя. Помните, в то время подавляли революцию, так называемую Веймарскую республику и таким образом Гитлер, как и Сталин, были агентами охранки. Вы знаете, что Сталин был агентом охранки? Но некоторые говорят, биографы, что это он сделал якобы специально для того, чтобы, так сказать, проверить, да, найти настоящих стукачей. Значит, ну, встретился после войны, он с представителями такого ордена ультиматулы, мы будем уже говорить потом, об оккультной деятельности Гитлера. И там он преобразовался. И с 1923 года гитлеровский пивной путь, да, вот, с 1929 года начал свою избирательную деятельность и в 1933 году был избран канцлером. Был избран канцлером. У Фюрера абсолютно отсутствовало чувство юмора, как говорил психиатр его. Он был крайне упрям и самоуверен. Обычно эти недостатки компенсируются чувством такта и уравновешенности. У Гитлера этого не было. В случае краха такие люди склонны к самоубийству. Следующий компонент, это явно выраженный женственный компонент натуры. Фюрер был невысок, щедушен, никогда не занимался физическим трудом или каким-либо спортом. Такие люди нередко склонны к пассивности, мазохизму и, как минимум, к подавленной гомосексуальности. Причем на выставках шедевров с культурой Гитлер очень любил обнаженную мужскую натуру. Огромные статы солдат и обнаженных спортсменов. Значит, за обеденным столом Гитлер часто хвалил платье, которое носил женский персонал, отпускал комментарии насчет того, что было бы, если бы запретил ухаживать за своими волосами и ногтями, а за глаза называл свой обслуживающий персонал шлюхами. Однажды Ева Браун, сидя за обеденным столом, подавилась его шутка. Глядя след помады на салфетке Ева, он сказал, кстати, военное время помаду производят из мертвых тел. Вы знаете, что самая лучшая помада получается из человеческого жира. мыло производили Гитлер губную помаду, вот такое у него было чувство юмора, и так он шутил со своей будущей дамой. Адольф и я познакомились в 1929 году, когда ему было 40 лет, а ей 17 лет. он называл ее пренебрежительно привлекательной штучкой и говорил, что такому высокоинтеллектуальному мужчине, естественно, как он, просто нужна глупая жена. Спустя два года их отношения переросли в любовь. Он прямо на ней издевался. Ева Браун записывал, почему я должна терпеть это, я чувствую себя ужасно. Все, что я старался, это купить снотворного и провалиться в бездну сновидений. Он часто говорил мне, как сильно любит меня, но что значат эти признания, когда иногда от него по три месяца не услышишь доброго слова. Вот. В 43-м году Гитлер заявил Еве, что отныне не будет исполнять супружеский долг, поскольку не может более удовлетворять ее, как мужчина, и приказал найти для этих целей другого. Она продолжала любить Фюрера, но по его словам, он повелел мне найти другого мужчину и обратилась к любимцу Гитлера Альфреду Шпейеру. Она просила также личного врача Гера Мюреля вернуть ее мужу сексуального влечения. Вы знаете, что погибли Гитлер и Ева Браун, да? Они незадолго перед этим официально оформили в апреле 45-го года свои отношения, поженились в подземном фюрере и спустя 36 часов приняли цианид. И поэтому Ева Браун умерла уже как Ева Гитлер. Хорошо. Да.